Здравствуйте! Вы смотрите проект «В гости». Сегодня с нами замечательный шеф-повар, который в своей работе сочетает французскую изысканность и российское гостеприимство. Итак, сегодня с нами Серж Ферри. Здравствуйте, Серж. Здравствуйте. Серж Ферри – шеф-повар из Франции. Окончил кулинарную школу Жанна Феранди в Париже. До приезда в Россию работал в ресторанах по всему миру – от Лондона до Сингапура. Серж Ферри является членом правления Академии гостеприимства, а также членом жюри множества российских и международных кулинарных конкурсов. В 2007 году выпустил книгу с коллекцией авторских рецептов. То, что вы живете в России уже на протяжении 20 лет, известны тем, кто интересуется вашей карьерой, вашей личностью. А что вас привело во Владивосток? Я в 2004 году познакомился с Евгением Трофилов, который является шеф-поваром. Вот это заведение. Мы очень много лет дружим. Он решил меня пригласить на эту неделю, чтобы презентовать две вечеринки, французскую кухню здесь. Если говорить в целом о том, что вас заставило задержаться в России на столь долгий срок, какие причины тому послужили? Я вообще до того, что приехал в Россию, работал где-то 10-12 лет за границу в разные страны. Там Португаль, Ангола, Сащельские острова, Шри-Ланка. То есть, когда я приехал в Россию, это был очередной, скажем так, контракт на полтора, два, три года максимум. Ничего не предвещало, да? Да, да, да. У меня с собой был один чемодан и один рюкзак. И было достаточно на два года, скажем так. Так получилось, что карьера составилась хорошо. Достаточно быстро познакомился с журналистами. Люди были интересны в мою кухню. Создал компанию «Академия гостеприимства» с русскими партнерами, которые занимаются обучением, семинар, круглый стол, международный кулинарный конкурс. Это были первые моменты, скажем так, профессиональные. Второй тоже важный момент, который меня заставил. Так долго я живу в России. Я нашел свою жену здесь. Ну, и дальше детей, квартиру, дачу, собаку, красоту. А потом и затянуло, да? Вот так я, скажем так, долго здесь живу. Если говорить о шеф-поварах, у которых уже есть имя, а вы, безусловно, относитесь к числу таких людей, то, наверное, можно говорить о каком-то фирменном почерке, да, или о каком-то профессиональном подходе к профессии. Что бы вы назвали вашими отличительными особенностями? Нескромно я это скажу. Пожалуйста. Огромная кулинарная база, то есть все, что называется не то что азе, а знание по мировой кухне, ну и особенно французская. Так как французская кухня достаточно, ну, самая знаменитая в этом мире, естественно, из нее выходит много всего в разных культурах. Поэтому вот эта, вот эта огромная база, ну, потому что я тоже уже не мальчик, скажем так, она и с годами увеличается, увеличается, увеличается. Она очень поможет легче и быстрее принимать другие, скажем так, кулинарные культуры, и снова это обратно в этом емкость знаний, скажем так. Второй момент того, что очень хорошо знаю русская кухня, ну, столько лет здесь, и того, что я, ну, неплохо говорю по-русски, то есть очень... Неплохо, это вы прям поскромничали, замечательно, прекрасно говорите. Ну, нет, я и так скромный. Да. Просто очень поможет вникать в культуру, в разговор с людьми, и все, много всего узнать про жизнь, про какие-то детали, какие-то маленькие, скажем так, секреты, там, бабушкины, которые, ну, в регионы, работают в ресторан, долго, и которые что-то показывают, или какие-то, что-то рассказывают по традиции и так далее. Иногда люди очень удивляют, что я знаю, я это, я это, я это, я это, ну, потому что это очень типичная, традиционная русская культура. И они думают, что ты француз, ты не француз, ты уже наполовину русский, наверное. Даже если захотите уехать, вас уже не отпустят. К сожалению, господин Путин меня не подарил русский паспорт. Погодите, все еще может быть. Все еще может быть, да, хорошо. Так-то, Допардю, там, Стивен Сигал и так далее, а я как-то, ну... Вот если журналисты разговаривают с людьми искусства, там, с музыкантами, писателями, художниками, очень часто возникает вопрос, откуда берется вдохновение у этих людей. Вот мне кажется, в такой творческой профессии, как ваше, тоже уместно спросить, а откуда возникает вдохновение для создания авторских блюд? Ну, это как раз вот этот международный опыт. В каждой стране я пытался учить язык, чтобы опять вникать в культуру, в детали и так далее. И это, конечно, создает там очень большая, опять вернувшись к этому слову, база знаний, которые позволяют что-то придумать, что-то сосаться, какие-то сосчитания ингредиентов, использование, разный способ приготовления из разного стран, и все это смешивать, скомпоновать, комбинировать. Ну, наверное, это так. А вот так же, как композитор, он сочиняет музыку на бумаге, да? Ему не обязательно, не всегда обязательно садиться к инструменту. У вас тоже возникает вот эта комбинация ингредиентов? Это возникает в голове, в воображении? В голове. То есть, а потом уже на практике вы получаете тот вкус, который придумали? Да, потому что с годами, ну, у вас и вкус, тоже, скажем, палитра вкус достаточно широкая, и вы понимаете, что, ну, горшица с клубникой, ну, скорее всего, не очень вкусна будет. А наоборот, клубника с мятом, чуть-чуть перца, оливкового масла, ну, какой-то необычный вот такой аромат будет дать. Ну, поэтому это все создается в голове, ну, и, в принципе, воплощается на сковородке, скажем так, достаточно быстро и легко. Если мы говорим о шеф-поваре, то он всегда не только создатель авторских блюд, но еще и организатор процесса рабочего. Вот с точки зрения того, какая философия должна быть на кухне, какой командный дух, что вам близко в этом смысле? Для шеф-повара организаторские умения, это должно быть так натурально это быть, а то никакой шеф-повар не получается, потому что, как говорится во Франции, заготовка – это 80% успех на работе. Самый главный, понятно, это сам продукт, как бы свежесть, вкус, аромат, текстура и так далее. Ну, а дальше командный дух, да, это создает вокруг себя люди, которые не будут для тебя работать, а с тобой. Значит, вы не жесткий руководитель, да? Вы, наверное, более лояльный. Я жесткий руководитель. Жесткий? Да. Ну, справедливый. Ну, справедливый. Те, которые меня не знают на работе и придут ко мне, они смотрят на поведение, ну, официантов в зале, когда я сижу или на кухне смотрят, и смотрят на поведение повара, и говорят, а что, они тебя боятся? Нет, они не боятся. Они уважают, но осторожно. Если вы войдете в новый коллектив, вы должны со своим профессионализмом убеждать всех, что босс – это я. Ну, потому что я могу и это вам научить, и это, и это, и это. На работе не всегда самое главное – получить много денег. У много людей, ну, по статистике, не помню точно, но где-то 75%, самый первый главный момент – это профессиональное удовольствие. Понятно, что я в своем гостинице «Астория» в Санкт-Петербурге не стою 12 часов у плите. Моя основная работа – это организация, создать команду, чтобы она работала. Ну, и я все равно не могу долго не готовить. Как бы это я люблю. В высокой кулинарии всегда были свои звезды. Ну, допустим, даже те повара, которым присвоены мишленовские звезды, да. Но с недавних пор появились еще и такие повара, которые стали телезвездами. Вроде Гордона Ранзи, Джейми Оливера, да, у которых свои телешоу, у которых знает широкая аудитория. Как вы к этому относитесь? И считаете ли вы, что вот эти люди, которых вдруг узнал огромное количество людей, влияют на некую моду, что ли? То есть на что-то они влияют? Ну, влияют, конечно. Скорее всего, они создают большой интерес и создают какой-то, ну, ползу к тому, что распространяется информация про нашу профессию. И это привлекает больше людей. И это хорошо, потому что повара в России недостаточно. Ну, есть разные шоу, да, вот вы упоминали Гордон Ранзи, Джеймс Оливер. Ну, это люди, которые все равно уже имели без телевидения какой-то аура, какой-то знаменитый. Да, безусловно, они не пришли просто с улицы. То, что они принесут их вклады в кулинарии, в принципе, хорошее, интересное. Ну, хочу сказать или предупреждать те, которые смотрят все эти передачи, что это все равно телереалити, да, это реалити-шоу. Да. И это все равно есть сценарио, все равно есть вот, а давайте будем так, а ты кидаешь сковородку или ты вот... Ну, потому что мы-то знаем, это бизнес внутри. И, ну, да, мы видим интересный момент, может, какие-то рецепты, какие-то вещи. Ну, очень много шоу. А вы любите выходить к гостям в зал? Ведь это тоже такой момент небольшого артистизма в вашей профессии. Люблю, люблю, делаю это часто. Просто я считаю, что шеф-повар должен выходить в заль, потому что есть два момента. Один психологический. Если человек выходит в заль, значит, что он уверен в том, что он отдал, он уверен, что это все было хорошо и вкусно. Выходит, и как бы он не боится, что... Шеф, что это? Понимаете, да? Да. Потому что человек, который не уверен, он не выходит в заль. Он думает, нет, сейчас будет меня вот... Зачем? Второй момент. Гостям всегда приятно видеть шеф-повара. Вот и такой... Вот, шеф-повар. Вот такой момент, да? А если еще и пообщаться с шеф-поваром, это вообще супер. Если говорить о моментах, которые влияют на карьеру шеф-повара, то, мне кажется, это, безусловно, школа, да, те базовые знания, которые он получает в той или иной стране, это талант, мне кажется, без которого никуда. Ну, и это опыт, который так или иначе с годами появляется. Вот что из этого более ключевое, что ли? Вот почему-то мне кажется, что все-таки школа, наверное, да, определяющий момент. Я очень часто слышала, что вот российским поварам не хватает школы. Сейчас нудный момент вот это интервью. Общее образование в России намного выше, чем в Европе. Так. По качеству и по объему. Что касается технических образований, это совсем наоборот, даже и хуже. То есть повар, который выходит из кулинарной школы после два года или три во Франции, знает и умеет гораздо больше, чем повар, который выходит из кулинарной вуза после четыре года. То есть это факт, да, как бы я и во Франции работал, и в другие страны европейские, и в России. Это видно. Вот. Я даю маленький пример. В 97-м году я работал в специозной гостинице в Санкт-Петербург. Я достаю из холодильника манго. Хороший манго, красивый, вкусный. И рядом со мной стоял практикант. Только что вышел из школы. И он меня спрашивает, а сейчас это что такое? О-о-о. И я тогда плохо говорил по-русски, еще с французским акцентом немножко. И я думал, что я не понял, что он спросил. Я говорю, что? И он мне спросил, это что? Ну, понятно, да? Да, к вопросу о качестве образования. Ну, слава богу, это все развивается, да. Ну, если честно, последние 10-12 лет я всегда и везде говорю, ну, что вы делали? Ну, давайте чуть-чуть по-другому. Потому что, ну, во-первых, зачем 4 года, когда можно 2 или 3? И давайте отдать ребятам не только русская кухня, там, щи, борщ, бампушки, блины и так далее, бестроганов, киевские котлеты и так далее. Давайте покажите им, как делать салат Сейзар. Давайте покажем, как делать рататуй нормально. Я видел столько видов рататуй в этом, в России, что я вообще в ужасе. Вот, как раз сегодня будет рататуй, французский, настоящий, классический. Есть такой метод учения, ну, примерно во Франции, да, неделю в школе, неделю в ресторан. Неделю в школу, неделю в ресторан. В течение 2 или 3 года. И, да, школа, она важна, но я считаю, что опыта больше имеет значение. Ну, талант, либо он есть, либо его нет. А вот в такой ремесленной профессии, да, как вот повар, кулинария, все-таки его присутствие необходимо или без него можно обойтись и все вот достигается опытом, наработками? Ну, это зависит от того, что вы хотите достичь. Если вы просто хотите... Стать выдающимся профессионалом в своем деле. Получить имя, которое будет звучать в репутацию. Ну, талант, он есть, его есть или его нет. Если его нет, ну, извините. А если его есть, то все равно это не все. Надо его развивать. Единственный вариант – это набрать опыт, видеть много всего, это все запоминать, все использовать постоянно. Поэтому я бы сказал, опыт, талант, ну, и школа. Ваш путь профессиональный, он уже насчитывает много лет. И, как я могу судить по этому разговору, ни любви к своей профессии, ни азарта к своему делу вы не потеряли. А что вот сейчас на этом этапе для вас самое приятное в вашем деле? Самая приятная часть профессии? Того, что я работаю уже два года, больше два года просто в замечательных, очень хороших заведениях. Ну, я уже назвал гостиницу «Астория». Даже люди, которые приходят ко мне, говорят, вот, вот, наконец, ты работаешь, вот, вот, это твою. Большой, опозант, респектабельный. Я про гостиницу не про себя. Это можно и отнести, я думаю, что и к вам, и к гостинице. Вот, и там, ну, большая команда, потому что там, на самом деле, два гостиницы. «Астория» и «Англитерра», ну, которые две очень знаменитые гостиницы. Да, легендарные гостиницы. Легендарные гостиницы в этом, в этом стране. И я очень гордый, я признаюсь, я очень гордый, даже если это большой грех, работаю в этих заведениях. Большой команда, очень большая организация, большая логистика. Ну, как бы, очень интересно, очень, ну, челлендж, как говорится по-английски. Поэтому мне очень нравится. То, что хотелось бы достигать, ну, что, может, больше знаменитости. Ну, да, может быть. Может быть, вставлю книгу написать, наверное. Вот, если успею. Вот, хотелось бы. Я думаю, на этом мы можем наш разговор завершить. Большое вам спасибо. Желаю вам приятного вечера и спасибо, что были с нами. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok